Украинская тема, но уже в контексте событий в Донбассе. Сегодня будет обсуждаться на открытом заседании Совета Безопасности ООН, которое вот-вот начнется в Нью-Йорке. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Дипломаты уже собираются за тем самым круглым столом. В канун этой встречи с Юго-Востока Украины снова приходили сообщения о том, что там участились обстрелы, а также появилась информация о стягивании к буферной зоне военной техники, которую, согласно Минским соглашениям, вообще-то давно должны были отвести глубоко в тыл. Тема продолжит Ван Прозоров. Линия соприкосновения 300 метров до блокпоста украинских силовиков. В последние дни они активизировались, рассказывают полченцы. Обстрелы начались по всей линии фронта. Из крупных минометов, из танчиков никуда они не отошли. В ДНР уверяют, украинские войска стягивают технику. За доказательствами отправились разведчики с беспилотником. Это монитор, который отслеживает наш коптер в полете. Это антенна для слежения. Подсоединяем и наблюдаем картиночку. Беспилотник с видеокамерой вылетает в Марьинку. Районный центр с юго-запада примыкает к Донецку. Контролируется украинской стороной. По минским договоренностям здесь не должно быть тяжелой техники. Но на видео попадают установки, которые даже не замаскированы. Элеватор. Это установки САУ. Самоходная артиллерийская установка. 152 миллиметра. По минским договоренностям они должны были быть отведены на 30 километров. На данный момент они стоят в 5 километрах от Донецка. Дрон с камерой полчаса кружит над Барьинкой. И фиксирует все больше нарушений техника на территории предприятий, на улицах, в лесополосе. Недалеко от блокпоста, от украинской таможни, мы наблюдаем три единицы САУ. Которые по минским договоренностям должны быть отведенены. Отвести от линии соприкосновения по минским договоренностям стороны должны были артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки, минометы. Ополченцы при этом не раз демонстрировали отвод вооружений и призывали к тому же украинскую сторону. Обнаружили технику, ну по всему, считай, линии, где у нас идет линия соприкосновения. Минские договоренности, похоже, соблюдаются только войсками ДНР. Стягивание техники, участившиеся в последние дни обстрела. Об этом говорят даже мирные жители. По их словам, режим тишины такой, что заснуть невозможно. Да ну какое перемирие, ребята, о чем вы говорите. Считай же каждый день. Стреляли, стреляли, начинался матч ПСЖ «Шахтер». Это, стреляли, потом первый тайм, правда, не стреляли. Начался перерыв и начали опять стрелять. В руководстве ДНР происходящее называют пассивным наступлением. По сообщениям Донецкого Минобороны, Киев занял семь населенных пунктов в так называемой серой буферной зоне. Украинских военных стало в разы больше, подтвердил житель Жованки Егор. На моей улице сейчас тоже поселились они там в домах, там где люди выехали. Украинская армия обстреливает каждый день, каждую ночь. Причем украинская сторона усиления позиций демонстративно не скрывает. Даже от наблюдателей миссии ОБСЕ, посетивших Павлополь, который раньше был в буферной зоне. Мы увидели в поселке увеличение количества представителей вооруженных сил Украины. И они обеспечили нам доступ во все зоны, в которые мы хотели попасть. В офис миссии ОБСЕ Минобороны ДНР направила письмо с предупреждением. Провокации украинских силовиков могут разжечь едва затихший конфликт. Чем закончились летние обстрелы, своими глазами увидели наблюдатели в Горловке. Из-за боевых действий было закрыто 85 школ, детских садов. Восстановить удалось пока только 29. Я понимаю, что случилось с вашей школой в конце августа. И я впечатлен, как быстро город смог восстановить вашу школу. Я прошу вас обращаться ко мне и моим коллегам по любым вопросам. Мои коллеги будут рады помочь. Кроме желания помочь, наблюдатели ОБСЕ пока не предприняли конкретных мер к снижению напряженности. Разве что заявили, что в самых горячих точках на линии соприкосновения намерены установить веб-камеры. Иван Прозоров, Рушан Умяров, Анна Заякина, Первый канал.